Всем привет! В этом видео хочу рассказать вам о своих покупках в магазине FixPrice. Копились они у меня, наверное, в течение месяца, и я хочу поделиться, что же я там приобретала. Начну с ухода за телом, не смогла пройти мимо очередного геля для душа. Взяла только лишь потому, что он с кокосовым молочком. Я его в магазине понюхала, мне аромат очень понравился. Это сладкий кокосовый аромат со сливками, как будто что-то такое десертное, что-то сладкое и очень приятное. Объем здесь довольно большой, 350 мл, но гель довольно жидкий, я думаю, что очень быстро разойдется. Пока не решила, буду использовать по прямому назначению или перельвив дозатор для жидкого мыла, но в любом случае лишним этот гель у меня не будет. Запах действительно очень-очень приятный, мне понравился. Также про запас. Купила себе еще одну упаковку морской соли. Это соль из серии Sea & Spa с эфирными маслами в розовой упаковке. Здесь 1 кг делают эту соль в Санкт-Петербурге. Я так подумала, что эти соли в любом случае покупать в фикс-прайсе пока что выгоднее, потому что в магазинах цены растут и за 43 рубля вы морскую соль уже не приобретете. Здесь же соль неплохая, действительно качественный продукт, хороший состав. Конечно, она содержит некоторое количество мусора, но я делаю с этими солями ножные ванночки и мне в принципе не принципиально. Что еще могу сказать? Приятный аромат, большой объем, низкая цена. Я не так часто делаю ножные ванночки, как бы мне хотелось, поэтому для меня средства довольно экономичные. Очень им осталась я довольна. Также приобрела я себе вот такую мочалку. Это японская мочалка. Вот так вот она выглядит. Размер у нее 30 на 100 сантиметров. Она у меня фиолетовая. Я у кого-то из девочек подсмотрела и подумала, что можно попробовать. Вообще я уже несколько лет пользуюсь такими мочалками нейлоновыми и всегда ими оставалась довольна. Они действительно хорошо распенивают гели. Они хорошо скрабируют кожу, даже иногда лучше некоторых скрабов. Довольные долговечные. И решила я взять себе попробовать, что же нам предлагает фикс прайс. Пока не пользовалась, сейчас моя мочалка еще жива и вполне неплохо, скажем так, выполняет свои функции. Но когда с ней придет пора обращаться, я воспользуюсь этой. В магазинах я такие японские мочалки покупала всегда в районе 50-60 рублей. Здесь за 43 взяла. Так, что еще? Перехожу к утилитарным вещам. Решила я прикупить себе немного бытовой химии. Ранее, по-моему, я ее никогда не покупала. Первое, что я приобрела, это вот такой гель-бальзам для мытья посуды, который называется Вистар. Здесь 1 литр и аромат айвы. Что могу сказать я об этом средстве? Я уже перелила его в дозатор для таких продуктов. Уже мою им посуду. Мне пока нравится. Нельзя сказать, что это средство густое, но это и не водичка. Довольно приятно пахнет, хорошо пенится. Не знаю, насколько будет экономично, пока что только начала пользоваться, но надеюсь, что окажется не хуже тех средств, которые я покупаю обычно в магазинах Океи или в Ашане. Еще взяла я один гель для мытья посуды. Его я подсмотрела на ютубе. О нем были хорошие отзывы. Это серия Elite Home, называется Wash Up и имеет это средство аромат лимона. Аромат лимона здесь неприятный. Он больше подходит, наверное, для средств для мытья сантехники, а не для посуды. Но, тем не менее, может быть, при контакте с водой аромат будет меняться и становиться более приятным. Как вы видите, это средство не жидкое, оно довольно густое. Возможно, будет даже экономичным. Как это средство моет посуду, я пока что не знаю, но буду надеяться на лучшее. Вот. В общем, ну, почему не попробовать? Опять же, в магазинах все дорожает, как это не прискорбно. И средство объемом в 1 литр за 43 рубля – это довольно редко встречающиеся явления. Что еще я приобрела для посуды? Точнее, для кухни. Взяла я вот набор вот таких целлюлозных губок. Я люблю целлюлозные губки, но обычно покупала их в несколько ином формате. Они были квадратные и тоненькие. Здесь эти губки такие пухленькие. При высыхании они становятся твердыми, при размачивании опять становятся мягкими. Действительно, хорошо впитывают воду. Я эти губки люблю. Мне они нравятся. В общем, решила попробовать, что нам FixPrice предлагает. Вот. К тому же, форма такая, знаете, похожая на спонжики для умывания. Надеюсь, мне понравится. Для стирки белья по отзывам блогера Василиса Прекрасная я приобрела себе вот такое средство. Refine Oxi Power отбеливатель пятновыводитель. Для белого цветного белья эффективно удаляет пятна объемом 400 граммов. Будем пробовать. Василиса Прекрасная очень хороший отзыв на это средство оставляла. Часто его покупает. Я решила попробовать. У меня, конечно, есть отбеливатели, но в наше время на ваниш, конечно, не напасешься. Если это средство окажется не хуже, то с удовольствием буду покупать его и дальше. Также решила попробовать такой же пятновыводитель, но в розовой баночке. Здесь разница, точнее, отличие от предыдущей. Это состав. Здесь всего лишь три ингредиента в составе, а здесь пять. В общем, больше я никакой разницы не нашла. Надеюсь, что мне понравится. Не так часто я использую пятновыводители. Стараюсь носить одежду аккуратно. И только для полотенец обычно использую. Очень редко для чего-то еще. Поэтому такие средства расходуются у меня медленно. Может быть, когда-нибудь в пустых баночках я расскажу, хорошее это средство или нет. Но это будет не скоро. Что еще? Муж приобрел себе вот такое средство. Это крем-блеск для обуви. Сильвер в оттенке черный. Этим сильвером он чистит свои берцы. Большой плюс данного средства заключается в том, что он не просто дает блеск коже, но еще ее немного подкрашивает. Какие-то, может, царапинки замаскировать. Потертости с этим он справляется хорошо. Для берцев подходит просто отлично. В окее стоит 46 рублей. Пусть небольшая, но все же экономия есть. Что еще? Приобрела я себе... Опять же, посмотрела я на ютубе видео некоторых девочек и приобрела себе вот такие фонарики. Взяла их два. Один зелененький. Я уже туда вставила батарейки. Вот так вот он светится. Три батарейки пальчиковые. Можно ставить, можно подвешивать. В общем, замечательная вещь. Купили одну с мужем. Попробовали, точнее, один попробовали. И очень он нам понравился. Понравился настолько, что мы купили себе еще один. Вот такой вот фиолетовый. Батарейки в нем тоже уже стоят. Замечательные фонарики. Свет у меня отключают очень редко. Но на всякий случай иметь у себя дома такую прелесть, это неплохо. К тому же, вид там действительно очень интересный. Очень стильно даже, я бы так сказала. Ну, разумеется, пришлось покупать батарейки. Поскольку мы не покупали оба фонарика одновременно, то батарейки купили, в общем, два раза пришлось покупать. По четыре штуки. Так что две еще осталось. Ну, вроде бы на эти батарейки отзывы хорошие. Пускай полежат, лишними не будут. Хотя не так много у меня дома приборов, которые питаются энергией вот таких батареек. Для кухни кое-что я себе приобрела срочно. Мне понадобилась мельница для перца. Я ее купила в фикс-прайсе за 43 рубля. Молола я ею не перец, а кориандр. Но все равно, в общем, с этим она справилась весьма неплохо. Единственное, что могу сказать. Если вам такая мельница нужна часто, если вы регулярно что-то мелите, она очень быстро выйдет у вас из строя, потому что она все же обладает, точнее, имеет пластмассовые детали. Если вы, как и я, пользуетесь такими штуками раз в год по обещанию, то иметь ее в доме за не очень большие деньги вполне неплохо. Я осталась довольна. Не знаю, через сколько лет в следующий раз она мне понадобится. Есть она не просит. И среди моих запасов кухонной утвари лишней точно не будет. Также повторила я покупку, приобрела еще одну упаковку зажимов для пакетов. Здесь 4 штуки, очень такие приятные зажимы. Они работают, я ими пользуюсь, хотя думала, что они будут лежать. Да ничего подобного. Уже там осталось, наверное, одна или две штуки. Я понимаю, что, в общем-то, скоро и они тоже уйдут делать свое дело. И мне понадобятся новые, потому что классная вещь, очень полезная. Не знаю, буду ли я покупать еще или присмотрюсь все-таки в Икеа. Тоже есть зажимы разных размеров. Их там намного больше. Но там и цена побольше. Так что буду думать. Но пока осталась я довольна этими зажимами и поняла, что они действительно удобны. Также я решила себя немножко побаловать чем-нибудь вкусненьким в магазинах FixPrice. В последнее время я совершенно спокойно прохожу мимо вкусняшек. Считаю, что 43 рубля для многих из них это дорого. Но тут решила себя побаловать и купила упаковку вот таких вафелек торти Милка. Мне эти вафельки нравятся. Они нежные, мягкие, не хрустящие. В суфле у них там внутри. Очень приятный такой десерт. С чаем такую штучку вполне можно съесть. И это не сильно отразится на весе. Ну, хотя я склонна к полноте, поэтому у меня может отразиться. Вот. Приятные такие вафельки. Мне они нравятся. А вот мимо кокоса у острова я прохожу совершенно спокойно. Я им в свое время, видимо, объелась. Больше не хочу. Вот. В общем-то, это все, что я приобрела в магазине FixPrice. Надеюсь, я была вам полезна. Спасибо за то, что посмотрели. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok